Заявка. Так как у всех вкусы разные, и она, к сожалению, у нас ограниченная. 3-5 позиций можно будет спокойно попробовать. Больше тоже, как бы, не дегустация у работающих ямок. Теперь, смотрите, я рассказываю про рома. Ну, буквально про каждую позицию одно-два слова. Просьба определиться. То есть, таких позиций, как самый мужской, самый женский, там, не знаю, для бабушек, для дедушек, там, для брата, для сестры, таких позиций у нас нет. Хорошо. Сладкий, не сладкий, тоже такого нет. Все вкусы разные. Проще. Помягче, пожестче. И запомнили. Ну, помягче, пожестче тоже. Для кого? Вот. То есть, не запомнили название. Цвет коробочки, цвет бутылочки, телефон есть. Сфотографировали, что вы где-то попробовали, так будет вообще идеально. Вот. Теперь по самой продукции. То, что у нас здесь представлено, это продукция одной компанией, называется она Вольвер и Вольвер. Я думаю, вы слышали других производителей, подозреваю, мы с ними знакомы уже, там, Барсело, Ругали и так далее. Они производятся и в Доминикане, и в Европе. То есть, они свободно экспортируются. Вольвер у нас никуда не экспортируется. Он только доминиканский ром. То есть, на дьюти-фри он тоже не приставлен. На экспорт не идет, дьюти-фри его тоже нет. Вот такой ром. Первое чайное состояние у нас идет, как любой алкоголь. Алкоголь, водка, самогон, она по сути. Белый ром, настаивая коктейли или мама пуа. Часть у нас помещается в бутылки, после дистилляции, час помещается в бочки. В бочках уже, допустим, как вот такой вот, темненький. Приобретает цвет после вкуса и свой какой-то уникальный букет. Условно, делим ром. Делится он на две категории. До 12 лет и после 12 лет. Почему так? До 12 лет они неплохие рома, но они молодые, у них нету доброго, интересного после вкуса. Скуку от уникального букета рома уже старше 12 лет, считается ромом чистого злотка. Пьется в чистом виде или максимум со льдом. То есть я вам буду рассказывать про то, что пьется в чистом виде. Зеленое, 6 лет в ядишке, красное 8, ну или просто белый ромчик. На подарки, на коктейли, настаивательный бад. Ну и первая позиция у нас будет черный ром или black ром фундакана. 12 лет, я вас больше как из-под французского вина, из-под португальского вина. Портвей немножко сладковатый будет, небольшой винный после вкуса, и здесь можно будет получить. По объему. Весь объем у нас представлен в объеме 0,7. То есть 0,33, 0,88 таких позиций нет. Кроме черный, представлен вот такой вот еще объем, полтора. У кого семья большая, там настроение хорошее. Punta Cana Esplandida. 15 лет, ведет с бочкой кислот французского коньяка. Немножко суховатый будет, небольшие конечные вкусы, вкусы здесь можно будет получить. Красная коробка Punta Cana Esplandida. 18 лет, ведет с бочкой кислот французского виски. Немножко послаже будет, небольшой адрес. Искальные вкусы здесь можно будет получить. Так, X2X, 25 лет выдержки, выделился он из-под длина апорта. Очень плотный, очень насыщенный букет. 50 на бутылке, не выдержка, юбилей компании в Доминикане. То есть сама компания была основана на кубе. Медель Кастома начала революцию, все производства пейс вот сюда. Линейка QVNA, черная коробочка у нас 15 и 21 лет выдержки. Где же использовалась классическая дуба бочка, немножко суховатый будет. Такой-как небольшой коньячный послевкусие здесь можно будет получить. То есть кто любит коньяк, эти две позиции я бы рекомендую вам попробовать. Центенарио. 30-летний рог, выдержка в трех бочках, самый старый и самый премиальный наш рог. Также будет очень плотный, очень насыщенный букет. Ликерчики QVNA, 30 градусов, рекомендую их пить охлажденным. Есть он двух вкусов, да? Карамел, это у нас карамель. И оранжеви, это апельсин. Оптимус, белая тигеночка, 15 лет выдержки. Здесь используют бочки белый американский дуб. Две полочки, здесь уже 25 лет выдержки, 4 года из которых осталось. Бочка из-под виски и из-под опорта. Опиум, 23 года выдержки, классическая дубовая бочка. Здесь может показаться небольшой шоколадный послевкусие. То есть не путем, а ты не шоколадный рог. При моей дегустации, да, то есть когда я пробовал, я небольшой шоколадный послевкусие получил. И вашей дегустации, так как все вкусы разные, можете не получить. То есть отзывы разные. У кого-то даже, там, не знаю, желтый, в послевкусие бронного дерева тоже такое есть. Президенциал, 15, 19 и 23 года выдержки. Здесь используют бочка высокогорный шоколадный садовый виски. Очень интересная, очень паркотистая послевкусие. Диодик Иксок. Единственный свой день. Произведение бронных выложированных ромб. То есть, взял, как назвал, ромб. В чем его уникальность. В 25 век он выдержал свободной бочкой. Бочка вниз под 2 мл. И это у нас единственный объем 0,5. Все остальные ромб, 7, черный 1,5 литра. Ромб ЮРФ по 12 до 30 лет выдержки. Практически на любую бочка. Здесь можно показаться небольшой ореховый послевкусие. Экскедитор. В синем челочке здесь используются коньячные бочки. Будет похож на хорошее мясо. И здесь у нас выставлены ликеры. Ликеры ромба. Беленькая, это у нас крас, желтый ананас, розовый карамель. Зелененькая вот такая вот, это у нас цитрус. И теперь, смотрите, по карамельке делаем акцент. Карамелька есть несколько позиций. Помним, да, карамелька есть там? В карамельке есть вот такая вот, вот такая черная коробка, бауэр-эв-гле. Это у нас карамельный ромб. Не ликер, не напиток. Здесь 38 градусов. И четвертая позиция карамельки, это у нас вот такая вот бутылочка. Сливочный ликавчик с добавлением карамельки. То есть, в фронтанове у нас есть двух вкусов. Коричневая, это карамелька. И вот такая вот, оранжевая, это у нас титрус. Теперь, кто не дегустирует, проходим в ресторан. Если подождем, кто дегустирует, вот от этого.